Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей в студии Денис Жарков в этом выпуске. Пенсия вырастет на 35% в правительстве страны, подготовленные изменения в законодательство. Здесь нет ковров и не дают конфеты. Все пространство этого детского садика устроено таким образом, чтобы свести риск аллергических реакций у малышей к минимуму. Детсад для аллергиков и другие выдающиеся бизнес-идеи, как в Омске, поощрили лучших социальных предпринимателей. Картофель не под запретом. Росельхознадзора проверк информацию о табуна, о посадке в огородах, прокачать мышцы и заодно знание истории. У нас был дедушка 93 года. Он приходил и жал он ту штангу по 6-7 раз. Вот такой дед серьезный. Тарский Добрыня получил грант на занятия этноспортом. Теперь здесь учат обращаться с шашкой и луком. Уже рядом в Россию прилетел главный тренер авангарда, когда Баба Хартли ждут в Омске. И поймать сбежавшую лодку омские рыбаки стали звездами интернета. Пенсии в России вырастут на 35%. Их к 2024 году составят в среднем 20 тысяч рублей в месяц. В этом году также ожидается прибавка в размере около 1000 рублей. В правительстве страны подготовлены изменения в пенсионное законодательство. Они касаются неработающих пенсионеров. Сейчас пенсия в среднем равна 14 тысяч рублей в месяц. А с 1 августа прибавку к ежемесячной выплате получат и работающие пенсионеры. Это начисленные пенсионные баллы за прошлый год, которые не были учтены. Для получения дополнительной суммы заявление подавать не нужно. Россельхознадзора проверка информацию о запрете сажать свою картошку на даче. Напомню, некоторые федеральные СМИ сообщили, что дачникам теперь придется покупать посадочный материал в специализированных магазинах за использование собственного. Штраф от 500 до 1000 рублей. Якобы по новому закону на все саженцы и семена должны быть документы. Это опровергли в Россельхознадзоре. В ведомстве пояснили, что закон не касается частных лиц и действует только на предпринимателей, которые выращивают картофель на продажу. В нефтяниках из-за подожженного пуха сгорел гараж. Наш инцидент произошел у советского исполкома. По предварительным данным, пожар устроили дети. Они бросили зажженную спичку. Пух мгновенно разгорелся. Пламя прикинулось на железные боксы. Заметив дым, местные жители вызвали сотрудников МЧС. Огонь потушили быстро, однако один из гаражей успел выгореть. Сумма ущерба пока не называется. К слову, это не первый случай, когда полыхает ополиный пух. Еще несколько пожаров произошло на левом берегу. Чтобы предотвратить ЧП, спасатели просят родителей поговорить с детьми о том, что игры с огнем опасны. Также по возможности стоит ограничить доступ к спичкам и зажигалкам. Медики бьют тревогу. Число пациентов больных коклюшем выросло. За последние 10 лет тяжелый вирус стал поражать в два раза больше людей. Особенно опасен он для детей младше двух лет. Может привести к смерти. Коклюш. Острая бактериальная инфекция передается воздушно-капельным путем. Он поражает дыхательные пути и сопровождается постоянным кашлем. Негативная тенденция заболеваемости отмечается по всей стране. Врачи объясняют это массовыми отказами от вакцинации. Прививки от коклюша ставят с первых месяцев жизнь ребенка. В Омске в прошлом году вирусом заболели 65 горожан. Больше половины из них не были привиты. При этом только вакцина, говорят специалисты, защищает от тяжелых последствий. Пансионаты для пожилых, детский сад для малышей с аллергией и секция робототехники. В региональном министерстве экономики выбрали 10 наиболее востребованных и интересных бизнес-идей в социальной сфере. Все предприниматели получили солидную субсидию от 300 тысяч до миллиона рублей на развитие своих проектов. На материальную помощь от правительства претендовали 16 социально ориентированных компаний. Это в том числе частные детсады, группы раннего развития и оздоровительные секции. Елена Смирнова подробнее. Никаких цитрусовых для перекуса и шоколадок на десерт. В этом детском саду особое гипоаллергенное меню. Среди подопечных сейчас здесь занимаются 16 малышей. Треть не переносят те или иные продукты. От апельсинов и сладостей до хлеба и макарон. Все индивидуально, а мы можем готовить отдельно даже для одного ребенка. У нас есть дети, у которых практически на все, кроме круп и мяса. Допустим, на многие сорта и овощей, и фруктов вызывают дискомфорт именно кишечный. Такие дети едят в основном безглютеновые каши. И супы на мясе, ну, либо на индейке. Мы заменяем курицу индейкой, мы заменяем говядину челятиной. У нас только белые сорта рыбы. Соответственно, максимально полезно, максимально гипоаллергенно. О том, что в обычном садике для малыша с аллергией условий никаких, Екатерина Шухман знает не понаслышке. Ее маленький сын – аллергик. Именно так и появилась идея открыть так называемый аллергосад, где дошкалята смогут не только играть и общаться, но и вырабатывать полезные пищевые привычки. Вообще, все пространство этого детского садика устроено таким образом, чтобы свести риск аллергических реакций у малышей. К минимуму, на полу выгравы их специальное мягкое покрытие на окнах жалюзи. Здесь отказались от обычных занавесок и ковров. Ведь в ворсинках могла бы скапливаться пыль и тоже вызывать аллергию. Встречаются аллергены даже в воздухе, сухом. А потому в планах купить для детского садика новый мощный увлажнитель. Необходимо также заменить окны и двери на более морозостойки, сделать косметический ремонт и закупить гипоаллергенное постельное белье, белоснежное, без красителей. Пока ребята временно приносят наволочки и простыни из дома. Осуществить большую часть задумок удастся с помощью субсидий регионального правительства. По итогам конкурса аллергосад получил 311 тысяч рублей. Всего на поддержку претендовали 16 предпринимателей. Комиссия выбрала 10 проектов, наиболее интересных и важных. Из них 3 предпринимателя на создание частных пансионатов на общую сумму 3 миллиона рублей и 7 предпринимателей по направлению социально ответственной деятельности. А они тоже сколько у них, какая сумма? На эти цели мы направили порядка 2 миллиона 400 рублей, которые распределились между всеми предпринимателями. Максимальная сумма, которую они могли получить, это 400 тысяч рублей. Субсидии для социального бизнеса в регионе выплачивают 2012 года. За это время поддержку получили 119 проектов. Это в основном частные пансионаты для пожилых, детские сады, в том числе для особенных малышей, секции робототехники. К слову, число социальных предпринимателей стремительно растет. В этом году их 2500 годом ранее насчитывалось только 1700. Елена Смирнова, Екатерина Булучевская, Сергей Никифоров, Александр Козлов. 12 канал. Детский лагерь «Солнечная поляна» пока не откроют. Сегодня должен был состояться второй заезд детей. Однако специалисты Роспотребнадзора нашли в пробах воды вредные вещества. Как оказалось, в трех точках пищеблока вода заражена бактериями. Теперь «Солнечной поляне» необходимо провести дезинфекцию. Пока нарушения не устранят, лагерь не откроют. Мы выдали лагерю предписание о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий. То есть проведение ревизии и дезинфекции систем водопровода. И когда лагерь проведет эти мероприятия, мы будем готовы провести повторный отбор проб воды и посмотреть уже результаты. Но лагерь сможет заехать только при двукратном обследовании проб воды. То есть если двукратно подтвердится, что вода гарантированного качества, то тогда дети смогут заехать. Напомню, проверка была организована из-за вспышки в лагере кишечной инфекции. В середине июня из «Солнечной поляны» эвакуировали больше 300 детей. Сначала в дело вмешался Роспотребнадзор, а после суд. Фемида приостановила деятельность учреждения на 15 дней. За это время следствие установило, что норовирус завез один из отдыхающих. От заболевшего мальчика успело заразиться 9 человек. Омские животноводы в Нововаршавке теперь будут работать на новейшем оборудовании. Современная установка для доения коров появилась в поселке Ермак. Здесь расположена одна из крупнейших хозяйств региона. Ферма сегодня посетил глава области Александр Бурков. Руководитель региона находится в районе с деловым визитом. Установка почти полностью автоматизирована и устроена по принципу карусели. Платформа непрерывно вращается. Коровы по очереди заходят на нее и также по очереди покидают место дойки. К каждому животному прикреплен чип. На компьютере моментально отображается вся информация о родословной вырынке ее самочувствия. Амичей просят помочь семье Бакаевых, пострадавшей при взрыве газа на пятой корной. Трагедия случилась в январе. Четверо детей и их родители получили серьезные травмы. После многочисленных операций по пересадке кожи они снова вместе и даже вернулись в квартиру, где произошел пожар. Чтобы восстановиться после случившегося, потребуется несколько лет и крупная сумма на покупку специализированной одежды. Серьезнее всего пострадали семилетняя Алина и один из тройняшек Артура. Они получили больше 50% ожогов тела. Как помочь погорельцам, расскажет Татьяна Денисова. Плести браслет Алине Бакаевой удается с трудом. Руки, как и все тело, скованы специальным бельем. Такой костюм, как вторая кожа. Снимать его можно всего на пару часов в день. Иначе на теле навсегда останутся ожоги и рубцы. В январе в квартире Бакаевой взорвался газовый баллон. Четверо детей, три мальчика и девочка, их мама и папа получили серьезные травмы. Состояние старшего и стройняшек Рината врачи оценивали как крайне тяжелое. Мальчика даже спецбортом доставили на лечение в столицу. Восстанавливаться после трагедии все ребятишки будут несколько лет. Все это время нужно носить капрессионное белье. Однако из нынешних костюмов дети скоро вырастут. Нужны новые, на размер больше. Кроме этого, всей семье необходима реабилитация в специальном санатории. По самым скромным подсчетам требуется 750 тысяч рублей. Сейчас вся семья дома. С ужасом вспоминают самую страшную ночь в их жизни. Не затрагиваем эту тему дома вообще мы, чтобы не тревожить их воспоминаний, чтобы никаких не было. Я же их мысли не могу выкинуть из головы. Не могу. Они даже между собой сидят иногда, я слышу, разговаривают. А ты вот где был? А ты что помнишь? А как было? Тебе больно было? А теперь, если поставила что-то на газ, мама, иди смотри. Мама, иди смотри, а вдруг взорвется ее. Вся необходимая информация для помощи погорельцам есть на сайте благотворительного фонда «Радуга». В копилке уже 430 тысяч рублей. Бакаевы надеются, что неравнодушные люди помогут их семье вернуться к обычной жизни. Без боли и детских слез. Как помогли маленькому Степе Туренко. На операцию мальчика с опухолью мозга омичи собрали 6 миллионов рублей. Несколько месяцев ребенок страдал от эпилепсии. В сутки малыш переносил до 40 приступов. На собранные средства он вместе с мамой отправились в Германию. Их ждала опасная процедура. Врачи на компьютерах высчитывали участок, где находится опухоль. Потом удаляли. Операция шла практически вслепую. Но все прошло успешно. Степа идет на поправку, в том числе благодаря всем тем, кто перечислял деньги. У Степана сейчас все хорошо. После операции не было ни одного приступа. Левая сторона у нас потихоньку восстанавливается. Мы уже сами ходим. Левой рукой начинаем хватать предметы. Я хочу сказать огромное величайшее спасибо всем, кто нам помогал, кто был с нами рядом. Огромное спасибо нашей любимой Радуге. Она стала нашей второй семьей. Родственникам, коллегам, друзьям. Мы вообще просто неравнодушным людям. Вы делаете добро. Амичей, которые собрались провести отпуск в странах Азии, предупреждают об опасной болезни. Лихорадка Денге широко распространена в Таиланде, Индонезии, Малайзии, Японии, Мьянме, Сингапуре, Филиппинах и Китае. Особенно неблагополучная эпидемиологическая ситуация во Вьетнаме. Там с начала текущего года зафиксировано более 5000 случаев заболеваний, из которых 4 закончились летальным исходом. Лихорадка Денге, вирусная инфекция, разносчиками которых являются комары, симптомы болезни и высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли, сильные внутренние кровотечения. С начала года уже заразились 113 российских туристов. Тренажерный зал, где не делают селфи и не увлекаются модным кроссфитом, а стреляют из лука, учатся махать шашкой и занимаются древней русской борьбой. Тарский спортивно-патриотический клуб «Добрыня» приглашает на занятия этноспортом. Это относительно новое в стране спортивно-воспитательное направление. И теперь посетители клуба ходят сюда, чтобы прокачать не только мышцы, но и свои знания истории. Екатерина Булучевская продолжит. Искусству попадать в цель здесь обучат любого. Стоять нужно левым боком к мишени, носки смотрят в ее сторону, ноги на ширине плеч. Но самое главное – особый внутренний настрой. Вот так стоишь на коленке, ты маленько натягиваешь и стараешься ногти у него сюда. Вот так раз берешь. В этом году клуб выиграл грант на занятия этноспортом. Прокачивают здесь теперь не только мышцы, но и знания истории. В программе тренировок – виды спорта, уходящие корнями во времена Древней Руси. Кила – старорусская игра в набивной кожаный мяч. Зародилась период новгородского княжества задолго до появления регби и американского футбола. А вот игра в рюхи или городки чуть старше двухсот лет. Ей увлекались академик Павлов и Владимир Ленин. Спортивную забаву даже увековечили в Петербурге. Так, в 1925 году здесь вместо Белосельского появился Рюхин проспект, а после и Рюхина улица. В будущем главном попасть надо. Всего спортклубу два года. За это время число посетителей увеличилось с нескольких человек до двухсот. Возраст разный – от семи до девяносто лет. От семи-восьми лет и кончая, там, последний, я говорил, у нас был дедушка 93 года. Он приходил и жал он ту штангу по шесть-семь раз. Ну, такой дед серьезный. Цель приобщения, ну, не то чтобы здоровому, помимо того, чтобы здоровому образу жизни молодежи, потому что у меня примерно процентов 15 – это трудные. Ну, мы сотрудничаем с полицией, они иногда нам дают трудных, которые приходят в зал и остаются, ну, и оставляют улицу. И здесь больше времени проводят здесь потом. Обучат здесь и фланкировки владению шашкой и нагайкой. К занятиям как раз приступили ребята из казачьего класса. Присоединиться может любой желающий. Строгих правил здесь всего два. Под запретом любые гаджеты и ненормативная лексика. В Омске появится музей рока. Идея принадлежит творческому объединению рок-музыкантов. И сейчас организаторы просят горожан приносить экспонаты для будущих экспозиций. Личные вещи, музыкальный инструмент, раритетное оборудование, аудио, видеоматериалы на любых носителях, фотографии, афиши, плакаты и картины. В первую очередь, конечно, интересны экспонаты наиболее известных из старых коллективов, оставивших яркий след в рок-культуре региона. Это группа «Гражданская оборона», «Пик-Клаксон», «Кровавые утренника» и другие. Инициаторы отмечают, что хотят организовать не просто выставки, а познакомить с музыкой. В планах сделать подборку фильмов, продумать квесты. Оформление начнется уже в сентябре. И вот какие материалы вы увидите в итоговом выпуске в 19.30. За базар ответят. Выйдите сюда, пожалуйста. Выйдите сюда, висите, для какого-нибудь цели вы. Мы вас не ждали. Кто вы такие? В Ясной Поляне уже пять лет борются со стихийным рынком, где нелегально торгуют колбасой, сыром, сладостями и вещами. Причем никаких холодильников для скоропортящихся продуктов нет. Покупатели это не смущают. Торговля идет бойко. Не смогли конфисковать товары сотрудники Россельхознадзора в ходе очередной проверки. У продавцов есть все сертификаты. Можно ли прикрыть эту лавочку и нужно ли? Разбиралась Юлия Думанова. Сломя голову надводной гладью. В Омске прошли соревнования по вейкбордингу с участием райдеров-экстремалов из Новосибирска и Челябинска. Было непросто, но мячи их сделали, поразив всех своим мастерством. Акватория на Зеленом острове отлично подходит для отработки самых сильных трюков. Но для подготовки чемпионов, а вейкбординг могут включить в олимпийскую программу, трассу нужно улучшить. Сейчас она реверсивная, как она движется вперед-назад, а нужна кольцевая. Где взять средства и каковы шансы омских вейбордистов попасть на Олимпиаду, расскажет Елена Смирнова. Главный тренер авангарда Боб Хартли прилетел в Россию, а завтра прибудет в Омск. Извешено, что сейчас новый наставник омских хоккеистов находится в Москве. Здесь он встретился с председателем совета директоров клуба Александром Крыловым и обсудил вопросы подготовки команды к новому сезону. Также Хартли прогулялся по столице, увидел Кремль, Царь Пушку и другие достопримечательности. Завтра в 16.00 тренер Ястребов прилетает в Омск, болельщиков приглашают в аэропорт, чтобы встретить Боба Хартли. И последнее. Омские рыбаки стали звездами интернета. В сеть попала видео, где мужчины ловят сбежавшую лодку. Очевидно, при повороте рыбаки выпали и отчаянно пытаются поймать свое судно, которое, как живое, описывает круги, лавирует между ними и на большой скорости проносится мимо. Ролик назвали «Трое без лодки. Не считай жилета». Сколько времени длились попытки, неизвестно. Однако одному из речников все-таки улыбнулась удача. Он сумел поймать лодку и вскарабкаться в нее. Затем счастливчик пришел на помощь к своим товарищам. Им тоже удалось выбраться из воды. Инцидент случился 8 июля. Прогноз погоды уже через минуту. А все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Металлочерепица, профнастил, окна ПВХ. 999-222. Одеться стильно для женщины является наилучшей возможностью выражения своей индивидуальности. В этом вам поможет БелАрт. Женская одежда российского производства. БелАрт. Континент 2. Бутик 208. В приложении «Двагис» вы найдете подробную информацию о компаниях, расположении входов и навигатор с отмеченными светофорами и камерами. Скачайте «Двагис» бесплатно. Возрастное ограничение 0+. Ходила раньше Анна из Шербакуля за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома в низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь сок фрутоняня 500 мл всего 37,80. Вот это цены! Ассортимент какой! Все есть! От шоколадки до тетрадки! По здоровью есть вопросы! 48 38 38 И о погоде завтра, 11 июля. В Омске и области ожидается переменная облачность. Температура воздуха в районах ночью до плюс 16, днем до плюс 27 градусов. В Омске столбик термометра ночью опустится до 17, днем поднимется до плюс 28. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Пока это все новости. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok